Дорогие мои, вот я приготовляюсь к кератиновой процедуре. Шуша, скажи hello. Hello. Мастера зовут Шуша, и вот мы сейчас начнем. Спасибо, что смотрите. Я пью кофе. Шуша не говорит на швейском языке. Она говорит на арабском и с переводчиком. Девочки говорят, надо перевести. Они переводят. Ну и так чуть-чуть на английском. I just said that you don't speak very good Swedish. Протарабска. Ливану. Из Ливана. Девочки все тут из Ливана. И хозяин тоже. В YouTube life? No. Did you? Yeah, okay. To have life, you need a thousand people, минимум. I have only eight hundred twenty. So when I have thousand, I can do it. From computer you can have life. But on telephone only if you have many. Okay. Привет, мои дорогие. Здравствуйте, 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 здравствуйте всем. Я так рада вас видеть сегодня. У нас такой хороший солнечный день. Я сделала кератин. Возможно, кто-то скажет, что мне не идет. Вот, что волосы теперь у меня прямые, а больше всего у меня идут кудрявые. Но хотелось мне прямые. И это видео, надеюсь, будет вам полезно. Я расскажу сегодня про такую историю, не очень приятную, которая случилась между мной и моей подругой. Бывшей, бывшей подругой. Почему я больше не общаюсь со своей подругой? Так я назвала это видео. Потому что она меня три раза как-то так нехорошо задела, очень некрасиво. Я вот хотела с вами поделиться, девочки, наверное, и молодые люди. Наверное, если человек вот так вот один раз тебя нехорошо повел по отношению к вам, наверное, не стоит с ним дальше продолжать общаться. Ну, я-то, к сожалению, не поняла с первого раза. Я продолжила с человеком отношения, с человеком, который меня однозначно не уважал. Это было давно, и с такими людьми, с токсичными, я больше не общаюсь. Кстати, хотела показать вам лазанью, которую я купила сегодня в магазине Lidl. Каринс лазанья. Первый раз я ее купила. Стоит она 21 крону. Не знаю, хорошо ли свет у меня поставлен. Сейчас. Может быть, надо больше свету. Так, может быть, лучше. Вот так лазанья выглядит. Одна порция всего. Не знаю, что получится. Ой. Что получится, не знаю. Итак, как же было? Она пришла ко мне и говорит, пришла и говорит. Скажи, пожалуйста, твоя мама вышла замуж по залету? Скажи, вот вы представляете себе такое. Вам приходит ваша подруга и так говорит. Какая вообще может быть реакция? У меня реакция была вот такая. А? Чего? А она, ну, мама твоя вышла замуж по залету. Они поженились, когда уже поза у нее было. Я говорю, а? Я родилась через два с половиной года после свадьбы. Поэтому они поженились не по залету. Ну, это ладно. Это было первый раз. Что было второй раз? Говорит. Я поругалась с мужем, но ты же знаешь. Вот он сегодня придет домой, а я же его не пущу. И ты бы не могла меня после их себе переночевать. Ну, я добрая душа. Я сказала ему, конечно, мы же подруги. Только, пожалуйста, тихо. Потому что я все время была в больнице. Ты же знаешь, у меня муж болеет, его капали. И он себя плохо чувствовал. Он сейчас спит, отдыхает. И я тоже нервничала. Нам надо отдыхать. Что вы думаете? Что было дальше? Она стояла всю ночь на балконе и кричала на своего мужа. Он кричал на нее. Все мои попытки угомонить ее кончились ничем. Так я и не смогла спать. Ладно, второй раз я тоже съела. Но третий раз была кульминация. Просто кульминация была третий раз. Она говорит, опять пришла ко мне, говорит, вот как твоя мать посмела выйти замуж за черного? Это было все. Это уже было... Ну, это был просто предел. Сначала я ей объяснила, что у нас в стране так женятся испокон веков люди. Потом я объяснила, что у меня в семье так женятся... Или кто-то белый. Либо мужчина белый, либо женщина белая. Белая. А вторая половинка черная. И так всегда, почти. Я говорю, ну, потом она же не запланетянина вышла замуж за своего, за черного. И что тут такого особенного? Говорю, на страны полстраны у нас так бегает. И ничего. Ну, я вот думаю, как она так вот посмела. Я ей сказала, вот тебе Бог, вот тебе порог. Все. До свидания. Раз и навсегда прощаемся. Надо будет что-то звони. Вот, знаете, я думаю, что я допустила здесь ошибку. Что человек первый раз нарушил мои границы, и я должна была сказать. Мне не нравится, ты со мной разговариваешь. Пожалуйста, измени тон. Вот надо было так сказать. Вот как вы думаете, что я должна была сказать? Я должна была поставить на место? Или уже с первого раза с ней перестать общаться? Вот, наверное... Ну, я не жалею, что я с ней перестала общаться. Я рада. Потому что такая токсичная женщина, она и во всем токсичная. И слава Богу, она больше не со мной. Она токсик, так как, не знаю, как сказать. Токсит. Токсичит. Чаморит. Не знаю, задевает других людей, но не меня. Слава тебе, Господи. Не знаю. Наверное, надо было. Вот сейчас, уже в таком возрасте, сейчас я бы человеку с первого раза сказала, пожалуйста, в таком тоне не разговаривай. А если будешь в таком тоне разговаривать, то нам с тобой не по пути. Сейчас я бы сказала так. И плюс я, скорее всего, перестала бы общаться уже после первой такой выходки. Я вот думаю, так, да. Шуша. Что мне делала эти волосы? Женщина молодая. Ей 40 лет. У нее 4 детей. У нее был муж. Естественно. И однажды он захотел взять вторую жену. И она ему сказала, нет, у нас четверо детей, я не разрешаю тебе вторую жену. А он сказал, ответил, а я все равно женюсь. Но она ему сказала, до свидания. Взяла детей и уехала. А он особенно и не держал ее. Сейчас она говорит так. Если найду себе шведского мужчину, то пусть будет. Потому что он не будет заставлять меня работать много. О том, постирай, прибери, ковер выбей, приготовь. И все она одна. Очень красивая. Я покажу ее на видео, во второй части видео. Все покажу. И вот еще такой момент. Вернемся обратно. Так, это теме подруги. Отношения с подругой. Там проблемы с подругой. Как вот вы думаете, какими должны быть отношения с подругой? И вообще подруга, она какая должна быть? Потому что очень часто так бывает, что подруга, она с тобой дружит за что-то. И ты думаешь, она тебе подруга. А на самом деле, как только у тебя этот ресурс заканчивается, она даже трубку больше не берет. Как у тебя чего-то вот этого не хватает. Вот то, чего было надо ей. У вас никогда такого не было, что так вот ресурс закончился, и подруги больше нет. Дорогие мои, я жду ваши комменты. Спасибо вам, что просмотрели. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне. И сейчас мы посмотрим продолжение про волосы, про кератин. Девочки, в общем, намазала меня шушу кератином. И вот теперь сижу я такая нарядная. 45 минут сидит. Какой-то новый кератин. Раньше был какой-то другой кератин. И просто она намазала, а потом стала выпрямлять. А сейчас вот так. Сейчас мне будут дергать ниткой брови. И усы. Все это сейчас увидите. Слепко. Слепко. Так, видно, что я не вижу. Не, не. А, хорошо. Так, видно, там, видно. Видно, там, видно. Видно, там, видно. Дай. Окей? Дэнокс, дэнк. Ой. Балон. 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 Ну. Как. Балон. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...